Привет! Как дела? Наступил июль, который считается одним из самых жарких месяцев в Лондоне. Иногда температура воздуха доходит до 40 градусов и в каменных джунглях выживать практически невозможно. Всегда хочется выехать на природу, на море и позагорать и покупаться в такие вот жаркие знойные деньки. Если самое главное морское побережье Лондона это Брайтон, о котором я вам уже рассказывала недавно, туда можно выехать на 1-2 дня уикенда, если у вас есть время. Если времени нет, то можно покупаться и позагорать даже в самом центре, в самом сердце Лондона. Где же такой пляж, спросите вы? Немногие лондонцы знают о том, что в гайд-парке можно купаться. Да-да, именно тот самый огромный, самый большой европейский парк ежедневно открывает свои двери для купания в озере, который называется Серпентин. То есть там есть некий такой огороженный закуточек в озере, где чаще всего тренируются спортсмены. По утрам можно часто увидеть шапочки и вот такие вот руки плывут брасом, больше ничего. А вот днём немногие знают, что там можно покупаться. Бассейн под открытым небом в Англии называется Лидо и вот эта вот Лида называется Серпентин Лида, ну по названию озеро. Он работает, по-моему, с 10 часов утра до 6 часов вечера. В этот момент область бассейна перегорожена, потому что за посещение пляжа, находящегося на этой территории, нужно платить. Вход, по-моему, стоит около 5 фунтов, не знаю как в этом году, но может быть 6 фунтов. Для взрослого, ну и там поменьше для детей. Какие-то дети вообще проходят бесплатно, если они маленькие. Кстати, да-да-да, для маленьких детей там тоже есть небольшой бассейн и какая-то развлекательная детская площадка. Плейграунд это называется в Англии. В общем, и с детьми туда тоже можно попасть. Но бассейн подходит не для всех. Есть некие гурманы, которые предпочитают кристально чистую воду. Этот бассейн больше подойдёт для тех, кто привык купаться в лесных озёрах или просто в диких местах на какой-либо реке. Потому что там плавают утки, там илистое дно. Не всем подходит вот такая вот как бы естественная среда обитания. Но в принципе вода там прогревается хорошо в жаркие денёчки. Загорать есть некая такая область не везде. Конечно, там очень много людей приходит, когда очень жарко. Поэтому приходите заранее, прямо к 10 часам утра, чтобы занять место. В основном я хожу туда одна загорать и купаться. Но иногда бывает, что с друзьями. Часто мы ходили с братом, с мамой. В принципе, этот бассейн имеет зелёный флаг, который означает чистый бассейн. То есть в Англии есть некая градация уровней, чистоты воды, чистоты пляжа. Поэтому вот если вы видите такой зелёный флаг, который развивается рядом с Лидо, то значит там территория в принципе чистая. Но есть люди, которые привыкли к пятизвёздочным отелям и к кристально чистой воде. Эти люди скорее всего уезжают на курорты на Бали, в Испанию, ещё куда-нибудь, на Мальту. В Лондоне они не тусуются. Но если вот так вот выпало остаться в Лондоне и никуда не вырвешься на морское побережье, особенно в этом году, в период пандемии, не знаю, как сейчас лондонцев вроде бы стали выпускать куда-то в Испанию, в Италию. Но читаю в комментариях, пока не очень-то многие едут. Поэтому жаркие дни пришли, купаться хочется, выехать в Брайтон, который переполнен сейчас людьми, так что даже полицейские уже начинают регулировать потоки масс, которые едут на пляж. Не рекомендуется ехать в Брайтон в эти дни. Также в Бормут, про который я тоже буду рассказывать. И многие другие пляжи, которые находятся вблизи Лондона, все они на данный момент переполнены. И купаться, конечно, хочется всем. Но сохранять дистанцию какую-то надо. И вот для тех, кто подписан на мой канал, я даю такую информацию, которая может быть полезна и познавательна, и многое-многое другое. Того через что я сама прошла, я буду вам рассказывать. Не забудьте подписаться, ставьте лайки и пишите комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, тоже с удовольствием на них отвечу. В следующий раз расскажу вам о другом пляже на севере Лондона, где я тоже была. Ну и также, если удастся поехать, допустим, в августе в Лондон, попробую побывать на каких-то других лондонских пляжах, чтобы вам показать и рассказать. Недавно, я помню, где-то в районе Гринвича открылся пляж. Ну не знаю, возможно, он на данный момент закрыт. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok